Минсельхоз России снизил прогноз экспорта зерна в этом сельхоз году на 5 миллионов тонн, до 35 миллионов тонн и экспорта пшеницы на 2 миллиона тонн, до 28 миллионов. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство ТАСС. География экспорта российского зерна и продуктов его переработки сегодня охватывает свыше 100 стран мира. За последние пять лет экспорт увеличился в среднем на 30-40%. Прогноз Минсельхоз России по экспорту зерна в 2016-2017 сельскохозяйственном году до 35 миллионов тонн, включая 28 миллионов тонн пшеницы. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что Россия в этом сельхоз году отправит на экспорт до 40 миллионов тонн зерна, из них до 30 миллионов пшеницы. На шести заводах промплощадки акционерного общества ТАСС в первом полугодии 2017-го будет введен режим работы по 4 дня в неделю. С понедельника по четверг. Причина – сложная финансово-экономическая ситуация отечественного авторынка. Как сообщили в правкоме предприятия, на заседании первички профорганизации автоагрегатного были рассмотрены и согласованы соответствующие приказы по всем шести предприятиям. Дело в том, что в первом полугодии 2017-го предполагается снижение на несколько процентов объема заказа от основного потребителя – автоваза. Потому, как говорят в правкоме, не снижая интенсивности решения проблемы, приходится выбирать из двух зол – или сокращать коллектив, или работать меньше на день. При этом руководители заверили правком, что при первой же возможности отменят данный приказ и продолжат работать по обычному графику. Летом 2016-го сообщалось, что губернатор Сергей Морозов провел переговоры с руководством ДАЗа о сохранении пятидневной недели. Вечером 7 ноября в Ульяновске в районе 20-го дома на улице Кирова произошел порыв трубопровода диаметром 150 мм. В результате без холодного водоснабжения оказался частный сектор, расположенный по нечетной стороне улицы Кирова, а также улицы Свободы и Каштанкина. Как сообщили в мэрии нашего областного центра, примерно в 22.00 начались работы по ликвидации порыва, которые к 5 утра 8 ноября практически были завершены. После чего снабжение холодной водой частного жилого массива возобновилось.